Социальный паёк на свет. Плата за капитальный ремонт. И теперь свежая новость. Лицензирование управляющих компаний. О справедливости в сфере ЖКХ говорим сегодня. Сразу после пролога. Государство становится диктатором в ЖКХ. Оно диктует нам, с какой управляющей компанией нам имеет дело, а с какой нет. Это как если бы людям указывали, в какой продуктовый магазин ходить и в какой парикмахерской делать укладку. Так ответил на новый законопроект о лицензировании управляющих компаний куратор большого федерального проекта, который называется «За справедливость» в ЖКХ, специалист в области жилищно-коммунального хозяйства. Олег Шейн сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что уделили нам время. Мы сегодня будем говорить и о новом законопроекте о лицензировании управляющих компаний, и о других вопросах ЖКХ. Но вот начнем с этого. Итак, новый законопроект готовится, вернее он уже готов, по которому все управляющие компании должны пройти, грубо говоря, аттестацию. Вероятно, их останется не так много. Они будут доказывать свою дееспособность. Почему вы так сопротивляетесь этому проекту? И что плохого в общем в том, что самые достойные выйдут на рынок и будут обслуживать дома? Давайте начнем с того, как сегодня выглядит закон. Где-то люди им активнее пользуются, где-то пользуются слабее, либо не пользуются вообще. Но сегодня по закону собственники дома имеют право нанять любую организацию на обслуживание своего дома. В чем смысл лицензирования? Начнем с того, что лицензирование подлежит любая деятельность по ремонту и содержанию жилого дома. То есть, если, например, мы хотим, чтобы кто-то нам сделал подъезд, или просто нанимаем дворника, то мы вправе нанять только дворника с лицензией. И фирму, которая заменит нам стекло, лишь в том случае, с этой фирмой есть лицензия. А если мы скидываемся по деньгам и привлекаем ребят, чтобы они отремонтировали подъезд, а у них нет лицензии, у них лицензии нет, с них идет штраф в 300 тысяч рублей. Это на уничтожение. Это означает, что мы лишены возможности выбрать тех, кого мы хотим видеть. Но это не самое интересное. Самое интересное другое. За что идет изъятие лицензии? Оно идет по их законопроекту в двух случаях. Случай первый. Есть в течение года с данной компанией расторг для отношения более 15% домов. После чего к нам приходит чиновник и говорит, граждане, а вот эта фирма потеряла часть своего рынка, и теперь вы, и ваше мнение никому неинтересно, лишаетесь права с этой фирмой иметь отношение. До свидания. Мы вам из администрации сами назначим кого со чем необходимым. А, в следующий раз сама администрация назначаешь. Конечно. И цену утверждает, и договор утверждает администрация. И второй случай, в случае, при котором лишается фирма лицензии, а мы лишаемся права с ней иметь договор. По законопроекту, если организация с какими-то домами работает, она должна привести их в образцовое идеальное состояние за два месяца. Тут у нас закон о капремонте принимается, где государство, собирая сотни миллиардов, с граждан говорит, товарищи, мы к 45-му году чего-нибудь отремонтируем. Да, за 30 лет. Но в отношении тех компаний, которые работают по ремонту домов, ставится условие, чтобы они дома привели в состояние дом образцового содержания за 60 дней. Если они по какому-то дому этих работ не выполнили, и получили два предписания жилой инспекции, они лишаются лицензии, мы лишаемся с ними договора, и нам назначают организацию. И нам уже по закону, а не по понятиям, назначают фирму, которую захотят чиновники, они уже утверждают расценки, и у нас есть только одно право, это к этим же чиновникам и те жаловаться на их же компании. Но сейчас работа управляющих компаний никак не регулируется, и многие жители недовольны работой этих управляющих компаний. Пусть их останется не так много, как кто предлагает закон лицензированных компаний, будет не так много, но, может быть, они работать будут лучше. А их вообще не останется. Будет одна компания на весь город. Потому что увеличивается количество брошенных домов. Ну, представь себе, некая фирма... У нас в Орли был такой случай. Естественно, и у нас останется уже по сотням домов, но это количество резко возрастёт. То есть любой дом, в котором есть хотя бы какие-то недочёты, недоделки, компания будет просто неинтересно с ним работать, иначе на неё идёт либо штраф в 300 тысяч рублей, что сравнимо с годовым объёмом собираемости по дому, либо она просто лишается права работать на рынке. Поэтому все дома за вычеты новостроек, они окажутся в категории бросаемых, и будет работать одна компания, назначаемая властью, от которой никуда не денешься. Сегодня есть выбор, и заключается он в следующем. Сегодня есть право нанять любую ремонтную бригаду и платить ей деньги за те работы, которые сделаны. В Орле, к сожалению, пока эта практика практически не развернутая. Но это не означает, что она не развернута по другим городам. Это не означает, что она не может быть развернута в Орле. То есть подход управляющей компании. Больше того, управляющая компания, в том виде, как сегодня написано в жилищном законодательстве, это посредник. Мы через неё платим деньги по закону, заводу свет-тепло, которую никакого отношения она не имеет. Да, конечно. Если она не все деньги собрала с дома, то часть средств, что мы этой компании отдаём, на ремонт дома, компания берёт и отдаёт коммунальщикам, а дом приходит до всего более и более плохой станет. Поэтому стратегия совершенно другого должна быть. Прямые расчёты между жителями и ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги. А управляющая компания должна заниматься, обслуживающая компания, только ремонтом содержания дома. И получать деньги лишь за то, что она реально сделала. И люди имеют право по закону, просто не пользуются этим правом. Я нахожусь здесь как раз для того, чтобы мы обменялись опытом и поделились им. Люди сегодня обладают правом перейти на договора, когда не компания распоряжается деньгами, а мы ходим за ней и просим, спрашиваем, дайте нам отчёт, пожалуйста, по итогам года, куда вы наши деньги дели. А когда идёт сочность до наоборот. Когда жители дома дают компании указания, на что конкретно должна потратить деньги, определяют смету, исходя из рыночной цены. И если компания по этим деньгам работать не готова, привлекает другого подрядчика, который может сделать дешевле. Это всё можно делать по закону. Сегодня. И именно это право, которое в Орле пока не реализовано, но которое есть по многим другим городам Российской Федерации, именно этого права нас пытаются лишить через лицензирование. Мы закроем эту тему, потому что ещё есть несколько вопросов. Но прежде выслушаем ещё депутата Госдумы Мартина Шакума. Давайте послушаем. О деятельности как раз закона лицензирования. Основные требования к управляющим компаниям для получения лицензии будут связаны с уставным капиталом, оснащением компании. Мы рассмотрим вопрос о градации управляющих компаний в зависимости от того объёма работ, которые они производят. Одно дело управлять домом в 10 тысяч квадратных метров. Другое дело домом в 1 миллион квадратных метров. Ну и давайте к другому вопросу. Орловская область сейчас находится в числе пилотных по внедрению социальной нормы энергопотребления. У нас в Орле, в Орловской области, 190 киловатт-часов. Это много больше, чем в других регионах России. Всё равно жители недовольны. Говорят, что будет снижено в какие-то ближайшие годы. А чем руководствуются депутаты ваши коллеги, когда принимают такие законы? Страна наслышана. В данном случае это не столько депутат, сколько правительство. Потому что есть правительственная концепция введения энергопайка. Смысл заключается в следующем. Чтобы к 2024 году обеспечить обратное перекрёстное субсидирование. Сегодня люди платят меньше, чем предприятия. Цель правительства сделать так, чтобы в 2024 году предприятия платили меньше, чем граждане. То есть, чтобы граждане Российской Федерации датировали алюминиевые заплаты Дерипаски, Никель, Вернике и Потанино, Газпром заодно. В Орле ситуация обострена за счёт проблемы ОДН. В Орле практически на всех домах установлены в Орловской области счётчики на место общего пользования. И возникает ситуация, когда кто-то украл электроэнергию, перепотребил или воду, и за него платят соседи. И возникает ситуация бешеной, абсолютной переплатой. А что делать? Нам говорят в издевательском режиме. Граждане, ходите по соседям и интересуйтесь, кто сколько потребил, кто сколько заплатил. Это немыслимо. За границей вопрос решается по-другому. Там вообще никаких домовых приборов учёта нет. Скажем, в Грузии, за рубежом. Там есть счётчики на квартиры и есть счётчики на подъезды. И люди экономят электроэнергию в подъездах, потому что в 3 часа свет никому даром не нужен, в 3 часа ночи. Соответственно, человек идёт, включился, включился, ушёл, выключился. Поэтому сегодня мы общались с жилищными активистами города Орла с тем, чтобы направлять письма в адрес Госдумы Российской Федерации, в адрес правительства. Я, как координатор проекта «Заспределивый ЖКХ», аккумулирую эти обращения со стороны. Вы будете отправлять эти письма? Я буду участвовать в том, чтобы эти письма дошли до того, до кого надо, до тех людей, которые в стране решения принимают, чтобы мы могли правительство постоянно изменить. Кому должно дойти это письмо, чтобы ситуация изменилась? В идеале, конечно, Владимир Владимирович, не в идеале, до профильного комитета Госдумы Российской Федерации и до господина Козыка в правительстве Российской Федерации. То есть, вот те инстанции, которые у нас принимают соответствующие решения. Даже не МинЖКХ, потому что МинЖКХ работает, очевидно, как агент крупных корпораций сегодня и выражает их волю, совершенно очевидно, по тем представлениям, которые идут по линии министерства. Конспирология. Мы перейдём ещё к одному вопросу о капитальном ремонте. Вопрос практический, но сначала мы напомним зрителям, о чём идёт речь. Внимание. В ноябре этого года каждый собственник жилья получит квитанцию на капитальный ремонт дома. По квартирный сбор 6 рублей 20 копеек с квадратного метра общей площади квартиры. Многоэтажка может учредить собственный накопительный счёт. В этом случае истребовать общие деньги можно по мере поступления коммунальных проблем. Второй вариант – отправить деньги в общий котёл регионального оператора. Оттуда сбережения будут расходиться в порядке очереди на капремонт. Ну вот, собственно, главный вопрос. Выбор-то есть у людей, но немногие понимают, как распорядиться этими условиями. Что предлагаете вы? Какие ваши предложения? Начнём с того, чтобы, представьте, общий котёл. То есть деньги со всех домов поступают в некую общую кассу, где ответственные руководители этими деньгами будут ответственно распоряжаться. И региональный оператор определяет на 30 лет программу капитального ремонта жилых домов. Какие-то поддают на 2015 год, какие-то на 45-е. То есть не в этой жизни. На 45-е, да, совершенно не в этой. Но я бы особенно не стал радоваться на месте тех людей, кто окажется в ситуации ремонта в 2015 году. Деньги возвратные. Но при этом в федеральном законе не сказано, что власть, регоператор, обязаны с жителями согласовывать сметы и обязаны спрашивать мнение у жителей, хорошо сделана работа, либо плохо. Понятно, что в этом случае возникает почва для зоупотреблений и риски. Когда регоператор привлечёт подрядчика, деньги окажутся присвоены, не только освоены, но и присвоены на разного рода откатах и распилах. Работа будет сделана некачественно. А жители данного конкретного дома будут обязаны в 2017, 2018, 2020, 2030 году всё это дело оплачивать. Чтобы такой сценарий не был реализован, конечно, необходимо открывать специальные счета. Спецчёт означает, что деньги оседают только на нашем доме, что никто не может потратить их без согласия собрания собственников дома, что именно собственники определяют смету, определяют подрядную организацию и решают, сделаны работы хорошо, либо сделаны работы плохо. И именно собственники определяют, в каком году данные ремонтные работы должны быть проведены. Есть ряд технических вопросов, касающихся, в каких банках открывать эти счета. Их немного, на самом деле. Их немного, это колоссы, это крупные банки, поэтому если такие, как ВТБ или Сбербанк, развалятся, нам будет не до спецсчетов. Эти банки могут развалиться только вместе с Российской Федерацией. И мы такой сценарий, я полагаю, вместе с вами исключаем. Поэтому возможность открыть спецсчета, это возможность действительно контролировать данные средства. Кроме того, можно постараться при этом избежать самого повышения платы. Ну, допустим, сегодня у нас квартплата в доме составляет 12 рублей. Мы, с тем, чтобы не сделать ее 18, не пойти по пути 12 плюс 6, не пойти по пути резкое повышение платы с дома, мы ее делаем 6 рублей, которые у нас уходят на дворник, на промывку, опрессовку и всякие там аварийные работы. А 6 рублей у нас тут на спецсчет, и мы с него привлекаем ту же самую компанию, с которой мы традиционно привыкли работать, если нам она симпатична. А если не симпатична, то другую компанию пока у нас не придумали вот этот законодательный, лицензированный. И ремонтируем крыши, подвалы по мере поступления собственного вопроса. Абсолютно правильно. Это ваша версия. Спасибо вам за то, что были сегодня с нами. Я напомню, это был куратор федерального проекта «За справедливость» в ЖКХ Олег Шейн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова